Если тебе не везет в жизни, ты главное не волнуйся, потому что когда-нибудь это закончится. Мы ведь не бессмертные, как и те, кто нами правят. На этой неделе стало понятно, что сколько бы популизма на нас не вылилось, а все безрезультатно. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Пропуск предъявите в развернутом виде. Предвыборная кампания единороссов идет полным ходом, где каждый ее представитель считает своим долгом вскрыть и обнажить все людские пороки. Одним из таких персонажей на этой неделе оказался приморский губер Олег Кожемяка. Во время своего рабочего дня, а это в 18.30, единоросс решил проверить строительство новой школы. И вот чудо, на стройплощадке никого не оказалось. Есть строители здесь или нет? Да, тут. А? Кто здесь у строителей? Они сейчас здесь или нет? Да, здесь. Где они? Хорошие. Работают или просто сидят? Работают. А почему вы не пушите? Я сегодня выходной. Ну как никого. Охранник был на месте, но в очень непотребном состоянии, объяснив его личным выходным. Ну что-то из серии «Я пьяным никогда на работу не приходил». Обычно меня туда приносили. А может просто умаялся парень? Всю ночь стройку от будущих школьников охранял? Или может переволновался? Каждый же день видишь живого кожемяку. А то, что ворота открывая упал, так это просто ногу свело. От того же волнения. А вы сразу бухой, бухой. А, и про работяг соврал. Так это просто дни перепутал. И делов там. Но ситуация набрала обороты. Как бы не пытался бедный охранник закрыть своей могучей спиной отсутствие строителей, а ничего не вышло. Власти решили расторгнуть договор с генподрядчиком. Кстати, этой школе с исполнителями не везет уже во второй раз. Предыдущего подрядчика обвинили в мошенничестве на сумму 2 миллиона рублей и выгнали с объекта. Судьба нынешнего решена пока только в уме. Строительство и так отстает на три месяца. А с учетом смены коней на переправе может затянуться и на год. Кстати, ранее нечто подобное произошло и в Петербурге. Там на презентации губернатору Беглову показали идеально укомплектованный со всех сторон детский сад. Но вот незадача. После его отъезда из помещений пропала мебель, жалюзи и часть кровати. Как вы думаете, куда? Бинго! Просто другой садик тоже нуждался в торжественном открытии. А коек и мебели на всех не хватает. Вот перевозят ее транзитом по садикам. На момент записи программы официального комментария руководство Петербурга так и не предоставило. Зато появились многочисленные сообщения от родителей, которые утверждают, что покупать в сад кроватки, ковры, окна и двери – это как бы нормально, лишь бы не было войны. Но что, товарищи, терпилы? Улыбаемся и машем, продолжая на свои деньги закупать то, на что должен был потратиться бюджет. Но и на этом все не закончилось. Другой единоросс из Бугу Руслана Марат Янбулаев в преддверии выборов решил проинспектировать местную поликлинику. Еще в середине августа, резво прыгая на явно проваливающемся полу, депутат утверждал, что больница находится в довольно хорошем состоянии и ремонта не требует. Однако через несколько дней после его визита именно под этот пол ушла 80-летняя женщина-инвалид. Об этом в своем инстаграм написала блогер Светлана Габдулхакова. А как вы провалились? Ну, на одну ногу, вот так провалилась. Ой, вы знаете, как я напугалась. Вы представляете, вот Янсенева сказала, что она провалилась. 80 лет. 80 лет Янсенева. Янбулаев вчера танцевал на этом полу и сказал, что у него никто в этой поликлинике не провалился. Но и на этом Минздрав нашел, что ответить. Оказалось, что поликлиника является объектом культурного наследия, в связи с чем ремонт помещения является довольно проблематичным мероприятием. Но после ушедшей под пол женщины выход все-таки был найден. И слава богу, что не через то же отверстие в полу. В следующем году в программу модернизации войдет здание бывшего местного кожевен-диспансера. После его капитального ремонта обсуждаемую поликлинику переведут в новое место жительства. Ноинбулаев даже после новостного ажиотажа продолжает считать состояние поликлиники очень даже хорошим. Ну да, друзья, посмотрите на эти фотки, состояние и правда отличное. По-моему, очень светло, уютно, красиво и чистенько. В кабинетах есть двери, на полу покрытие, шторки висят. Есть даже один стул и унитаз с бачком. Ну что пристали к единоросу, просто у вас с ним разные понятия комфорта. Если у вас дома пол с подогревом, это не значит, что у Инбулаева тоже, тоже его нет. Но кричать об этом он не станет. Ибо вполне может оказаться так, что и пол, и стены, которые везли в больницу, по ошибке привезли единоросу домой. Ну с кем не бывает. Так это или нет, поживем, увидим. Но перед выборами-то мог бы быть и порасторопней. Пример был взял со своих коллег. Они задолго до выборов начали агитацию своих среди населения. Об этом стало известно благодаря моим коллегам с канала Крик ТВ. Посмотрите, какая видеозапись попала к ним в руки. Территория на самом деле у вас сложная. И у меня вот бы огромная просьба все-таки поддержать представителя администрации. То есть это мой товарищ, друг, состоит в федерации бокса, также помогает, вверх будет. Пройдет не на русских, я даю слово, как глава, я ни копейки в территории не вложу. Чтобы вы все понимали, что такое единая Россия, где получает заработную плату, и что такое справедливая Россия. Я честно вам говорю, я не буду врать, я стою в храме, я врать не буду. Выиграть не на русских, здесь денег не будет. Ни на котельной, ни на дороге, ни на что. Победит единая Россия, вы увидите, какие будут преобразования только по следующему году. Вот как-то так. Короче говоря, друзья, выборы же на носу, и я полагаю, что нас ждет что-то очень интересное. Вангую, что это будут не просто вбросы и подкупы. Ожидаю посерьезнее дела. Ну, что-то типа там, где победила единая Россия, все шло по плану. Там, где единая Россия проиграла, вмешались американские хакеры. Мы, отряды Путина, очень обеспокоены тем, что американские хакеры пытаются украсть наши выборы. Но мы этого не допустим. Но мы уже видим, что они просачиваются своими действиями везде по всей нашей России. Мы не допустим этого. Мы все силы приложим сохранить демократию нашей страны. И чтобы наша страна осталась державой всего мира. Мы пойдем на выборы и будем защищать свою демократию. С таким президентом мы не пропадем. А Байдену вот. Ну, что тут сказать, друзья? Только одно. Надеюсь, это не заразно. Вы на канале Реальная Журналистика. Смотрите выпуск Вести Бескиселева. Кстати, помолитесь за его здоровье. Его госпитализировали с коронавирусом. А то, знаете ли, мало ли чего. Займу еще его место на центральном телевидении. Вот и будут вам Вести Бескиселева на федеральном канале. Но наш канал называется Ермак Медиа. И там вас уже ждет второй выпуск новостей. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, выражайте симпатии. Лично отвечу каждому. Мы настоящие патриоты своей страны, но жить предпочитаем от нее подальше. На этой неделе команда Навального нашла у дочери Валентины Терешковой недвижимость в Италии стоимостью 250 тысяч евро, что в переводе на русскую валюту более 20 миллионов рублей. Квартиру в 123 квадратных метра космическая дочка купила в 2013-м. А как и на что, как всегда остается огромным таким секретом для маленькой такой компании. Кстати, вы тоже заметили, что все, ну буквально просто все наши патриоты имеют недвижимость за рубежом. А те, кто не имеет ее сами, отправляют туда в ссылку своих жен и детей. Ну да, все правильно. Патриотом же можно быть и далеко за пределами родины, а вот преемственность поколений никто не отменял. Пока мамка патриот, можно вольготно пожить за границей. Мы с вами находимся на севере Италии. Город называется Бергама. До Милана отсюда всего лишь 50 километров. Прекрасное место, предгорье Альп. И именно здесь Валентина Терешкова решила и будут жить мои дети. Не в России, где она 55 лет депутатка и принимает законы, а здесь. Вот за моей спиной дом. В этом доме находится квартира, которая принадлежит дочери Валентины Терешковой Елене и ее мужу Андрею Родионову. Вот это вход в дом, вот почтовые ящики. Подходим поближе, смотрим Терешкова и Родионов. А я вам напомню, что доченька парламентария Терешкова три года назад стала соучредителем компании Фармсервис, которая в прошлом году начала активное сотрудничество со структурой мэра Собянина. Первый госзаказ стоимостью чуть более миллиона рублей стал для младшей Терешковой стартом в новый бизнес. За мамочкой она, конечно, не успевает, но успешно предпринимательскую карьеру уже начала. И это, друзья-патриоты, те самые, которые учат нас жить в России, живя где-то далеко за ее пределами. Ну а у меня на этом все, друзья. Увидимся ровно через неделю. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!